Приветствую вас, знаете, вот что значит простить? Простить значит принять. А что значит принять? Значит позволить другому человеку быть собой. Вот и все. То есть чтобы простить нужно позволить быть другому человеку тем, кто он есть. Решить для себя, принимаю ли я его и в общем-то дальше уже исходить из решения, которое вы приняли. Но беда в том, что для полного принятия человека другого необходимо, чтобы вы принимали себя тоже полностью. Чтобы вы адекватно, позитивно относились к своим недостаткам, которые есть у каждого. Чтобы вы позитивно относились к своим достоинствам, понимали собственные ограничения, изъяны. В общем, видели себя во всем многообразии человеческой природы. Если этого не происходит, то и принять другого человека у вас не получится. Именно поэтому на полном серьезе сейчас вы задаете вопрос о том, можно ли простить у кого-то. И я вам отмечу, что можно простить, потому что мы, я имею ввиду люди, не правы решать, кого нам прощать, а кого нет. Особенно если это касается других людей. Дальше. Для того, чтобы простить было легче, можно выразить человеку свою боль и посмотреть на его реакцию. Если человек понимает, если человек реально хочет измениться, в том числе и потому, что вам больно, но не по единственной причине, то хорошо. Но бывает так, что человек меняться не хочет. Здесь речь стоит о том, можете ли вы принять или нет. Если нет, то вы просто идете. Ладно. Предательство. Предательство. Собственно говоря. Тоже очень интересная история. Похожая чем-то на прощину. Что такое суть предатель? Это тот, кто совершает действия, которые, по мнению другого человека, он совершать не должен. Но если человек совершает какие-то действия и хочет их совершать и не раскаивается в них, то получается, что это уже другой человек. Человек, которого мы не знали, которого мы не видели, не желали видеть. Препочитая смотреть на тот образ, который мы сами себе нарисовали, помянуясь своим потребностям, желаниям, фантазиям, спам. Или всем. Реальный человек другой. И реальный человек поступил так, как он хотел. Является ли он предателем? Нет. Не является. Не оправданы... Были ли оправданы наши ожидания? Нет, не было. И это вопрос того, что признателем часто называют людей тогда, когда они хотят брать на себя личную ответственность за то, что хочет именно тот человек, которого предали. Но бывает и так, что человек действительно совершает ошибку. Человек действительно раскаивается в том, что сделал. И в таком случае мы действительно видим перед собой предателя. Тот, кто предал себя в первую очередь, потому что поступил, перешагнув через себя. И, соответственно, предал другого человека, потому что он сделал по отношению к другому человеку того, что он делать не хотел. Вот в таком случае, да, мы говорим о предателе. Может ли такой человек измениться? Да. Если увидит реальный конфликт между тем, что он делать не хочет, и тем, что он сделал. Если поймет, что за поступком, которого он не хотел, стоит точно такая же потребность, какая стоит за его нежеланием причинить эту самую боль себе и другому. Только понимание этого конфликта и нахождение компромисса между этими конфликтами и, в итоге, может такому человеку стать сильной личностью. В этом зачастую требуется помощь близкого. Следующее, то, что касается вранья. Вранья всегда происходит от стыда, от непринятия чего-то в себе и, соответственно, отказывают вранью. Вранья – это стыд. Вранья также на бытовом уровне представляет опасность для человека, который не доверяет. Или который стремится доверять чересчур. То есть это, по факту, человек, который доверяет другому больше, чем в себе. В чем проблема, собственно, здесь. Это, конечно, ошибка, потому что любой человек может столгать. Даже я сам того не заметил. Хорошо, если заметил, а может и не заметит, может и не заметит, как столгал. Вранья доверяет в себя. Поэтому здесь, если вас задевает лочь человека, то в первую очередь отправляется, не доверяет в себя. Второе – не отстаивание своих интересов. Дальше. Следующих надо. Как забыть человека после четырех с половиной лет отношений? Вот если так подумать, то для вас время, проведенное в отношениях, важнее, получается, самого человека, которым вы, по идее, провели время, потому что хотелось. Которым вы, по идее, провели время, потому что вам было важно, или мне хочется верить, что вам было важно сделать его счастливым. Судя по тому, что вы пишете, вероятно, нет. Вероятно, именно счастливым вам сделать его было, не важно. Вот. Провести время какое-то с ним. Да. Важно. Что-то еще сделать с ним же? Да, важно. А вот делать его счастливым? Ну, боюсь, что нет. Вот. Такая вот. Это первое. Второе. Как забыть что? Ну, что забыть? Зачем забывать человека? От чего вы пытаетесь убежать? Какую боль вам, по факту, причиняет, ну, вот, мужчина, своими, значит, действиями? Важно. Вот. Какихо, что вы пытались убежать, если вы пытались убежать их. Чтоб я потерял. Чтоб я... Ну, стираетесь, конечно... Чтоб вы... Ну... Ну, стопытляется... С его уходим отбором. Например. Ну, это... Ну, это... Не-да... Ну, это... Ну, это... Тоже... Ну, это... Очень важный момент. Понимаете, да? Следующее. Забыть невозможно. Именно забыть. Можно сделать исключительно только... Следующее. Можно, во-первых, изменить отношение к происходящему. Это первое. Второе. Можно отделить чувства к человеку от чувств, направленных на вас. То есть, имеющих отношение к вам лично. Вот. И, соответственно, дальше лучше смотреть, что и как делать. Если вы понимаете, что я имею в виду. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы лучше понимаете, в каком направлении вам нужно двигаться. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...